привет мои дорогие у нас сейчас болталка будет насчет тату то есть у нас наша девочка одна не буду говорить ник для того чтобы все-таки инкогнито оставить но все же короче насчет тату какие можно делать тату или кому обращаться для того чтобы вам сделали магические тату и мы будем сейчас делать говорить здесь больше о сигилах да то есть если вы хотите сделать тату которая будет вам приносить удачу отгонять злые сущие да там или не просто для красоты для чего-то особенного то есть магического вот и а мы боимся это делать потому что надолго хотя сейчас можно и лазером все убирать да но все же как сделать так что например не ошибиться с выбором мастера тату во первые девочки вы знаете что тату мастера и бывают разные есть художники а есть например люди которые вот это просто вот думает что они это любят но у них криво косо это выходит все зависит от того кто вам это будет делать это то же самое что ну не буду с крещением до сравнивать ну например или там например кто вас будет во что-то где-то посвящать или выдавать диплом например диплом в университете вам вручает там ректор или декан факультета примеру например золотой глобус вручают ведущие потому что так решила жюри или корону красоты а передает предыдущая королева красоты правильно но тату это оказывается тоже относится то есть вам надо всегда смотреть кому вы обращаетесь именно за тем чтобы вам сделали тату но сейчас именно у магических тату будьте предельно осторожны когда вы выбираете мастера для того чтобы какой-то другой посторонний человек нанес вам в кавычках или без кавычек вечная тату с определенным сигилом дело в том что вот сигилы рисуют в основном вот кто рисует сигилы сигил это тоже есть зеркальное отображение мысли например какого-то другого человека и можно сделать удачную тату можно сделать неудачную даже если очень хороший сигил сигил это как свеча до переносчик какой-то энергии то есть кто-то приносит свое видение свои размеры вот как почерк какой-то переносит именно на вас печать нужна ли вам вот это вот роспись автограф кого-то на вас вечный которые и вы же расплачиваете обычно за тату чем-то правильно продуктами либо деньгами либо там собственно какой-то энергетикой правильно поэтому когда вы выбираете тату не надо выбирать а бы какого мастера надо очень хорошо смотреть не надо брать издалека лучше тату вы должны обсуждать не на расстоянии эскизы какие-то да а именно зайти почувствовать энергетику вот этого человека на то есть когда вы вот обратите внимание до переписываться в интернете это одно но например тату вам будет бить живой человек и вы должны его обязательно увидите прийти то есть если вам нужно прийти сделайте эскиз не по интернету вы друг друга не чувствуете понимаете сходите на место в тату там салон к примеру или к самому этому мастеру и только вот если вам понравится его энергетика он отдает вам эту энергию то есть вы видите что у вас connect пошел то есть вы пришли зачем-то и вам отвечают на этот запрос нормально не вы там домогаетесь его там это и а вот вы видите что вам хорошо сделаю то или чувствуете это энергетику мастера как магии так энергетику мастера в татуировках тоже надо чувствовать вот вы видите что там хороший человек вот ваше да что там вот как прям как родной вот тот нормально набьет вам тату если вы отторжение чувствуете какое-то вот это отторжение ничего хорошего тату не перенесет она перенесет вам это отторжение если мастер во время тату будет думать о тех деньгах которые вы заплатите о каждом сантиметре вот то есть тату который он для вас делает там окраски насколько на вас потратить на сколько он у вас заработает этот будет работать нет мои дорогие то есть это может быть просто красивая тату для украшения тела но когда мы говорим о чем-то связанным с магия которая будет приносить вам там удачу определенная то конечно же мастер должен был быть в процессе творения понимаете каждая новая тату это такая вот мини история вас и этого мастера и его работы на вашем теле на вашей коже понимаете поэтому надо только выбирать исходя из личного контакта и если вам что-то не нравится вот именно прям в человеке то не берем понимаете не идем или говорим я подумаю и сливаемся понимаете вот так вот и надо а когда даже вам будут втягивать вас на что она когда чего-то оливали вы говорите ну я подумаю или говорите четкий отказ дальше насчет эскиза какой магический сидел вам подходит и какой не подходит как легко понять и как сделать вот эту вот вторую кожу для того чтобы понять работает ли этот определенный сидел который вы хотите носить на коже именно на вас да что мы делаем мы идем в какой-нибудь ларек эзотерический до церковной все остальное или то или покупаем именно восковую свечу желтую мои дорогие как цвет кожи грубо говоря до пчелками сделанная и что мы делаем выбираем вот этот эскиз тату который вам сбросили или вот вы где-то нашли я про магические именно сейчас говорю допустим вот этот возьмем вот как будто тату допустим вы захотели фемиду правосудие набить да так вот допустим распечатывайте в таком именно размере как вы хотите именно на коже вот прям досконально или увеличивайте ну короче эскиз он в принципе в таком вот виде именно как вы на коже хотите носить такого размера да и что мы делаем мы берем свечу как продолжение нашей руки восковую свечу и и девочки и мальчики на эту татуировку то есть на этот эскиз который вы распечатали на бумаге или вам мастер вот этот эскиз передал то есть можно его перефоткать к примеру да и распечатать или так чтобы этот эскиз потом мастеру не отдавать потому что он у нас будет в работе берете восковую свечу и смотрите вот свои руки зажигаете и отливку делаете вот просто вот воском поливаете как вторую кожу то есть смотрите когда делает нам мастер тату да он вот этими вот иголочками потому что то нам на на коже рисует когда когда вы делаете вот это распечатываете вот это вот изображение да и отливаете это вы как будто кожи своей покрываете вот этот вот сидел как кожи своей бывает такое что он может на вану загореться очень часто когда мы жжем сигилы знаки какие-то там руны ставы и все остальное бывает что она такое загорается страшно ли это не страшно но желательно вот как бы сразу потушить и где там какая-то дырка обратите внимание где вот эта дырка возможно именно вот эта вот часть сигила да вот именно что там было изображено обратите внимание да при присмотритесь как говорится потом берете вот эту вот отливочку ложите например но в полиэтилен не надо ложить можно в бумажный мешочек какой-то до в тканевый мешочек в платок завернуть там кусочек черной натуральной ткани хлопковой завернули и с собой носите то есть не дома дома вы все равно ничего не поймете возьмите в сумочку положите в задний карман джинс если это у нас мальчики там и ну короче с собой носите возле себя да и вот так вот носите как будто бы вот эта татуировка на вас набита дело в том что воск это вот как ваша кожа сигил на вашей коже но это рядом с вами вы будете чувствовать вот этот магический сигил в работе как он работает и как вам будет носиться для сколько времени носить кому-то хватит три-четыре дня и вы почувствуете какие-то вот знаки вот то что вы хотели вы к этому идете какое-то в стуку обновление все хорошо рост какой-то будете чувствовать но для того чтобы сильно понять вот как будет носиться сигил относите его лунные лунный месяц то есть вы смотрите на календаре на лунном календаре что за день когда вы вот этот вот сигил отливку делали да и ровно же столько же до следующий вот до следующей минуты вы вот так вот в месяц чтобы именно лунный месяц 16 например 16 лунного дня вы сделали вот эту отливку значит до 17 лунного дня но до следующего вы это носите с собой на улицу да то есть когда вы выходите куда-то собой дома держать не надо не обязательно положите делать но например в сумочке можно носить сумочку мы прижимаем к себе она рядом с нами она в нашем находится в нашем в нашей ауре грубо говоря да так вот и когда вы выносите это на люди на люди вы будете видеть как этот сигил работает внешне на вас дело в том что когда вы ходите вы татуировку свою не видите пока вы на нее не посмотрите но люди которые смотрят на вашу татуировку да они то видят уже со стороны когда вы хотите и когда не хотите и это важно для любого магического сигила понимаете потому что чтобы не сглазили чтобы там что-то не сделали все остальное короче перед тем как делать магические сигилы на себе важно очень хорошо подобрать вот этого мастера чтобы у вас душа к нему лежала он должен находиться на вашей территории то есть вы должны с ним быть лично познакомиться перед тем как он вам будет бить и вот эту татуировку рисовать нарисовать вам сигил в этот сигил можете распечатать или его же рукой нарисованную желательно конечно да вот этот рисунок отлить но постарайтесь красиво чтобы не было таких вот у вас прогаров скажем а вот просто чтобы хорошо воск вот залить полностью воском поносите и поносите в люди и посмотреть что вы чувствуете целый под лунный месяц и если вам зашло если вы вы увидели как звезды падают и вы успеваете на не загадывая желание у вас это хороший период жизни как это белая полоса началась и вы почувствуете что этого прям точно ваши за этот лунный месяц потом достаете вот эту свою во вторую кожу которую вы вы залили да и все можно идти и делать у этого мастера вот это именно тату при условии того что вот это вот ваше желание или для чего вы эту тату бы хотите набить у вас уже как-то начинает проявляться просветляться в вашем пространстве вот это вот самое важно больше в принципе тут другого не важно есть еще татуировки для красоты есть по дурости татуировки в принципе лазером все убирается потом может вам разу нравится вы можете там перебить вот это вот тату так что остальные может быть уже вопросы вкуса скажем так да но насчет магических каких-то сигилов знаков магических я вам в эту важную инфу сказала и он должен делать именно мастер с большой буквы который вам очень сильно будет нравиться который будет через татуировку передавать свое творчество талант и вкладывать в этот магический сидел и он будет очень хорошо работать но если там от жадности кто-то работает думает как бы на вас баб ласка осколотить и все остальное так себе будет понимаете так себе в зависимости это тоже кстати зависит это ваша и собственной энергетики тоже есть мастер может быть слабой энергетические да а у вас очень сильная энергия да конечно же это даже перебьет но со временем понимаете все мои дорогие вот такое вот было небольшое видео жила если кто любит татуировки можете конечно это делать бить если у меня татуировки я все время хотела что-то сделать да но ничего себе не не сделала знаю еще девочки девочки знаете какие татуировки и не делает не повторяйте друг за другом какие-то одни те же я недавно столкнулась с тем что я увидела двух девушек я у одной видела татуировки прямо на теле знать там на животе там на руке на руках и все странно один в один с татуировками другой девочки и а просто не слизанные принесли они счастье девочки которая повторила этот друг не мои дорогие она так хотела повторить судьбу твой что наколола практически идентичная вот эти вот татуировки именно на теле и почти идентичные да ну я так не тушу удивлена да как-то неприятно удивлена была вот этим зачем вот это делать чтобы на себя судьбу перетянуть другого человека удалось или это сделать нет мои дорогие до улучшить качество жизни удалось ей нет улучшить конечно жизни помогли я понимаете без схвата ства говорю но вот такой вот видеть не очень-то приятно то есть они как бы ей и не помогли и на самом деле а это думать у меня такое ощущение было что они как-то вот отдают знаете чем вот эти татуировки что-то не то то есть у меня не было ощущения энергетики этой девочки с этими татуировками я думаю ну что то не то а потом потом через два года вот откуда но я просто увидела оригинал в татуировочках понимаете и поэтому выбирайте именно то что вы хотите набить даже если просто для красоты именно вы что именно вас украсит понимаете все мои дорогие вот такая вот была болталочка пока пока